Так, небольшой апдейт. Сегодня утром Квин порадовал, а точнее он еще вчера вечером ко мне подошел, говорит, что типа, Эндрю, я тут пробежался, когда шел от метро до дома, вот, чувствую, что готов к новым свершениям. Ну, естественно, мы сегодня с ним побежали, и он реально порадовал своей, ну, выносливостью, потому что я думал, будет совсем все плохо, а он прям реально бежал в хорошем темпе, ну, там, 6 с чем-то минут за километр, и при этом мы нормально могли разговаривать. Да, после четвертого километра он как бы сказал, что не-не-не, все, стопой надо останавливаться, вот, но, ну, я реально видел, что он прям зажегся, теперь моя задача поддержать этот огонь первые недели две, я думаю, потому что, ну, привычка вырабатывается за сколько там, за 41 день, да, что-то такое, вот, ну, в общем, регулярность, регулярность, регулярность. Я прям очень порадовался, на очереди план питания, потому что он, ну, знает какие-то базовые принципы, но не понимает, как, чего ему, когда делать, вот, сейчас жду, чтобы появилось время, ну, точнее, чтобы можно было поставить составление рекомендаций по питанию для него в приоритет, вот, и продолжим прокачивать парня. Очень-очень-очень рад, когда ты можешь чем-то, чем-то помочь другим людям. Также, значит, что из новостей, в общем-то, самая главная тема этого включения в том, что сегодня, тот день, ровно час назад, мой самолет улетел в Москву, из Лос-Анджелеса. Да, то есть, когда я покупал билеты, я брал билет обратный на сегодняшнее число, вот, на 4 часа дня. Сейчас уже 5, прошел ровно час с того, как самолет взлетел в воздух. Естественно, билеты я поменял по пару дней назад. На какое число, пока не буду говорить, пускай это будет... Ну, короче, просто-просто не буду говорить. Значит, что еще из интересного? Прошло... Если вы помните, что первый месяц я делал отчетное видео, значит, о том, как прошел первый месяц, вот, сейчас уже на самом деле через 10 дней будет третий месяц, как я здесь нахожусь. Вот, по второму месяцу не делал видео, но, наверное, на третий месяц стоит подготовить видео, потому что это, ну, это такой экватор своеобразный, то есть, насколько вы знаете, больше 6 месяцев по туристической визе в Штатах находиться нельзя. Поэтому, соответственно, 3 месяца это будет середина, так скажем, этого, этого, этого пришествия. Вот. Да, я думаю, что это будет хорошей идеей записать ролик. Вот. Также, что все эти дни после, значит, также все эти дни после возвращения в Вегас, очень, ну, достаточно время провожу за компьютером, буквально только отрываюсь на поездки там за продуктами и, в общем-то, на тренировки. Вот, все остальное время мы сейчас делаем проекты. Наконец-то я доделал страницу на LinkedIn себя и своей компании, потому что после форума стали добавляться как раз-таки те люди, с которыми я там знакомился, они добавляются на LinkedIn в основном, потому что, ну, в Штатах это реально популярный ресурс для делового общения. Вот. А у меня он был так себе как бы формально, в общем-то, заведен. Вот. Вот сейчас я, круто, что нашлась энергия, чтобы доделать LinkedIn. Это еще один классный канал знакомства, то есть в планах что делать. Помимо того, что я отправляю людям имейлы, я их еще нахожу в LinkedIn и, в общем-то, с ними там поддерживаю связь. Вот. Пока что, пока что, значит, ну да, и помимо, параллельно с этим, что еще за компьютером? За компьютером доделываю текущие проекты, делаю вообще все то, что я записывал в календарик, находясь в Вегасе. Энергии достаточно много, прямо чувствую, когда ты начинаешь делать какие-то старые дела, которые ты долго не мог сделать, например, LinkedIn, как только ты это дело завершаешь, ставишь, ну, галочку, что готово, тебе дается сразу энергия еще на два таких же дела. Вот это я четко понял. Ты чувствуешь, вау, короче, я так этого, ну, так боялся этого, что ли, да, так откладывал долго. А ведь это оказалось не так и сложно. И самое главное, что какое удовольствие я получаю, когда выполняю эту задачу. И вот осознание этого дает энергию еще на два таких же дела, которые ты откладывал. Поэтому, в общем-то, именно этим я сейчас и занимаюсь. То есть у меня есть достаточно количество энергии, чтобы сделать еще некоторые такие, ну, важные и значимые для меня дела, которые я давно откладывал. И, соответственно, еще преувеличить свой запас по таким вот сильным, так скажем, поступкам, которые требуют волевого решения, что, типа, блин, надо сесть и сделать. Вот, чему, в общем-то, очень рад. Рад, что все движется. Рад, что старые проекты становятся, обновляются и завершаются. Вот. В принципе, наверное, это все. Сейчас уже полшестого вечера и прям плотно дела идут. Делаю монтаж для Реверли Гэнг. В общем-то, я его тоже откладывал, но понял, что все, надо просто сесть его и сделать. Вот, чтобы парни кайфанули и все кайфанули, их поклонники кайфанули. В общем, чтобы всем было хорошо. Вот. Так что такой-такой апдейт. Какие-то будут новости. Буду выходить на связь. До скорого. Так, вы, наверное, совершенно не поняли, к чему были эти кадры с морем, с купанием и так далее. Да, я, в общем, подводку записываю уже после того, как побыл на пляже. В общем, сегодня встречались с Димой Мячином. Это, в общем-то, тот директор лейбла, на котором мы в 2007 году выпускались. Вот. Ну, я уже вам про него рассказывал. Вот. Сегодня снова он меня пригласил к себе в комплекс. И, ну, в общем-то, я ему еще помогаю по тренировкам, там, рассказываю какие-то свои советы, делюсь, там, опытом своим и так далее. И также немаловажная вещь – это то, что сегодня утром я делал, я занимался, составлял базу, в общем, по тем визиткам, которые я собрал на выставке, ну, в Вегасе. Вот. А после этого ждал идеального случая, чтобы погрузиться в продумывание сценария для клипа «Доктор Кулан Бейб», ну, диджей-дуо Джейка Инны. И тут я подумал, а как же было круто, когда я ехал с Вегаса на обратном пути, слушал песни своей банды, и сколько у меня крутых идей появилось по клипу, по съемкам и вообще. И тут я подумал, хм, мне дадим ехать около часа, почему бы и не повторить этот опыт. И, в общем-то, да, я поставил на репит песню, на которую будем снимать клип, и неплохо так погенерировал идеи. То есть вот нашел для себя еще один такой способ, способ генерирования, так скажем, это за рулем, потому что за рулем ты не можешь думать, как бы, ну, о каких-то таких сложных вещах, так скажем, да, ну, бытовых и так далее. Ты, с одной стороны, концентрируешься на, концентрируешься на дороге, но при этом ты впадаешь в некий транс, потому что, в принципе, ты, ну, как бы, все очень понятно твоему мозгу. Справа машина, слева машина, впереди машина, то есть ты становишься немножко роботом, немножко мозг твой отключается. Точнее, ты, как бы, входишь в состояние транса. И вот в этом состоянии очень-очень клево что-то придумывать, что-то искать какие-то, ну, потоки, да, которые везде-отовсюду наша вселенная посылает. Подключаться к нужным каналам. Вот, в общем-то, этим я и воспользовался. Бонусом, бонусом, это было клевое купание в море. Сегодня были классные волны. Прямо ощутил, когда тебя волна просто берет, несет, и ты, ну, вообще ничего не можешь сделать с этим. Вот только расслабиться и постараться лицом по песку, как бы, не протащиться. Вот, и далее, ну, уже просто гуляли вдоль, вдоль моря и встретили потрясающий закат. Здесь солнце садится очень быстро, то есть буквально за... Ну, короче, мы пошли в кафе, когда солнце еще достаточно висело, ну, над уровнем воды. И мне казалось, что оно начнет садиться где-то только через минут 40. Вот, но мы дошли до кафе, просто купили, купили там кофе и вернулись обратно. Прошло 5 минут. Солнце реально уже было, ну, прямо соприкасалось с водой. И далее, ну, в течение, наверное, минут еще 5 оно полностью скрылось за горизонт. После этого был очень классный закат. Причем он был классный не только в одной фазе, а он был еще классный, ну, как бы, в промежуточных. То есть солнце село, ты думаешь, вау, как классно. Прошел еще 15 минут, потемнело, при этом закат по-другому стал проявляться. Думаешь, вау, как офигенно. Потом ты идешь обратно уже и просто поворачиваешься назад и смотришь, что там по-прежнему еще закат. И он еще не менее крутой, только более такой сконцентрированный, сфокусированный. Ты такой, вау, типа, очень здорово. Вот, в общем-то, это такая подводка-послесловие после купания. Вот, сейчас возвращаемся обратно домой. Дима сказал, что вышел новый альбом группы Korn. И сказал, что это прямо такой, как бы, шаг к старому доброму Korn. Поэтому сейчас будем его слушать. И... Ну, а дальше, дальше увидимся и до связи. Тест-драйвы продолжаются. Сегодня Dodge. Ну, вот, о впечатлениях расскажу чуть попозже. Так что, до скорого. Итак, ну что, самые первые впечатления от тест-драйва Dodge. Я выбрал Charger. Это более такая версия, так скажем, не мексиканская. Ну, более такая она, ну, классическая, более городская и не такая агрессивная. Четырехместная. Выбрал среднюю модель. То есть, у нее, как бы, короче, не самый топчик просто, но при этом достаточно мощная. То есть, это, короче, выбрал модель, которая не про экономию бензина. Значит, чего по ощущениям? Ну, реально, вот, понравилось, как я и говорил, что когда садишься в машину и закрываешь дверь, ты чувствуешь, что прямо дверь такая, ну, увесистая, массивная. Прям вот очень-очень крутое ощущение. Вообще, в целом, машина ощущается, как такой некий танк. То есть, ты, когда на ней едешь, ты прямо чувствуешь, что она тяжеленная, такая мощная. Вот. При этом, ну, соответственно, двигатель более чем справляется с этим ЕСом. И, в общем-то, теперь я уже однозначно понял, что Dodge это реально машина про то, чтобы... Для тех, кто любит, как рычит двигатель, потому что, во-первых, он действительно реально рычит. И, ну, наверное, это одна из таких, как бы, фишек, почему их многие любят. Чтобы, да, ты ехал громко, чтобы тебя все слышали, чтобы ты чувствовал, как твоя машина напрягается. Ну, как бы даже не напрягается, а именно... Короче, да, для тех, кто прям любит, там, двигатели и так далее, и так далее. Потому что, помимо самого звука крутого двигателя, есть куча настройок уже в компьютере. И там просто, там, столько регулировок всяких. Это просто космос. И там есть график, который в режиме реального времени показывает, сколько лошадиных сил ты сейчас выжимаешь. Короче, машина про тех, кто любит, грубо говоря, покрасоваться своим двигателем и так далее, и так далее. По ощущениям, по вождению, очень такой тяжелый руль. То есть, ну, как бы гидроусилитель-то есть, но он реально, ты прям его так поворачиваешь с таким усилием. То есть, видимо, это, ну, тоже все сделано специально, чтобы ты, во-первых, помимо вот этой увесистости, как будто бы ты в танке едешь, ты еще чувствовал, что ты действительно, ну, с трудом, так с усилием, точнее, поворачиваешь руль. Вот такое прям ощущение, ну, такой монументальности. Вот, значит, ну, по остальному, как бы, ну, по салону хорошо, что у них есть эти даже тряпичные опции для салона. Причем на даже дорогих моделях. Вот, это прям очень порадовало. Вот, но, соответственно, не знаю, как-то, короче, не зацепило. То есть, если Tesla мне понравилось, вот, идеологически как-то понравилось по, ну, вообще по посылу, что ли. И единственные нюансы, которые, вот, такое неоднозначное впечатление произвели, это слишком очень большая отзывчивость. То есть, ты, как бы, на тормоз слегка нажимаешь, от тебя уже такой вот, как бы, рывок идет. Вот, и плюс, ну, как бы, к салону есть такие вопросы, что немножко кажется это все таким, таким легеньким, пластиковым немножко. Вот, и даже несмотря на абсолютно сумасшедший классный экран, вот, то в Dodge, в принципе, интерьер, ну, понравился. Вот, но, ну, 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 в общем, не скажу прям, что, что зацепило. И сам даже подход вот этого автосервиса, машины такие все грязненькие в машинах, хоть там и везде наклеенные, ну, на ковриках пленка, при этом куча каких-то бумажек на полу валяется. И насчет грязненьких я имею в виду не просто в пыли, а прямо реально такой белая машина, и на ней такой слой черный такой грязи какой-то пыли. Ну, вот, ну, в общем, так себе это все смотрится. Вот, то есть видно, что компания, ну, так скажем, чего-то, чего-то где-то вроде бы, ну, на мой взгляд, недопонимает. Даже те брошюры, которые они мне показывали, там банально качество печати, ну, картинки с очень таким плохим разрешением были. Вот, может быть, это только в этом, у этого дилера, может быть, в других дилерских центрах все лучше, но это такой достаточно крупный центр, поэтому не знаю, не знаю. Ну, конечно, и по стоимости машина стоит практически в 2,5 раза дешевле, чем Тесла, в районе 36 тысяч долларов, в то время как Тесла стоит 86 тысяч долларов. Вот. Ну, и, соответственно, по всем остальным моментам, не знаю, в общем, хорошо, хорошо, что такой появился опыт, возможность посмотреть на... попробовать разные автомобили, вообще понять, потому что, как бы, ну, сейчас вот на Шевролет, на котором я езжу, то есть мне прям очень нравится, все прям, все так плавненько, все отзывчиво, ну, мягко, все вообще хорошо, классно. Вот, но при этом, соответственно, попробовав Теслу, ты такой, вау, типа, интересно. Вот, и для того, чтобы более широкую картину иметь и понимание, то вот, соответственно, решил потестировать еще Dodge, вот, потому что визуально они мне всегда нравились. Ну, вот посмотрите, ну, это же вообще прекрасно, это же те самые машины, которые мы всегда видели в фильмах и так далее. Это, кстати, Challenger, это вот как раз такая более, ну, типа, я называю ее мексиканской машиной, вот, то есть это совсем, как бы, для любителей, для любителей, я не знаю, чего. Ну, короче, я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот, тот Charger, он более, ну, более такой, более городской, что ли, более такой спокойный внешне, вот. Но по двигателю, в общем-то, там все то же самое. Вот, такие дела. Но, я, соответственно, не только здесь занимаюсь удовольствием, там, и все такое. Я время зря не теряю, и поэтому вторым моим вопросом было после того, как мы посчитали стоимость, возможно, условия оплаты и так далее. Я спросил, попросил познакомить меня с их менеджером по маркетингу, чтобы, в общем-то, продолжить, продолжить нашу историю с автопрезентациями. Менеджера по маркетингу здесь не было, но парень, который мне показывал машину, дал свою визитку, сказал, говорит, напиши мне, я тебе дам его контакт. Вот. И, ну, а это еще не все. Я, когда планировал маршрут сюда, я обнаружил, что здесь, мы находимся в Ван Найсе, это, в принципе, такой мексиканский район, и тут дофигища автосервисов, ой, автоцентров дилерских. И они все расположены вдоль одной улицы. Что это значит? Да, все верно, это значит, что сейчас мы отправимся по всем этим автоцентрам и будем показывать им, какие крутые штуки они получат от, ну, сотрудничая с нами. Вот. Поэтому не будем терять времени, сейчас двинемся в первый салон. Что это будет за салон, скажу чуть позже. Продолжаем. Продолжаем.